всем привет дорогие друзья привет сегодня воскресенье и мы отправились в газе пашу покажем вам самые классные интересные места многие из вас не знают то что в газе паши очень много исторических достопримечательностей тайные лагуны очень красивые пляжи в общем и девушка в общем поедем будем купаться и смотреть все самое интересное сейчас газе пашу ведут две дороги вот эта старая дорога новая дорога построена с той стороны когда был построен аэропорт то построили новую дорогу и чем известно газе паша друзья своими бананами здесь растет очень много бананов и много бананов вот вы видите вот это вот банановые плантации газе паша это вообще сельскохозяйственный центр здесь выращивают и бананы и помидоры и огурцы и смотрите что я вам покажу что я увидела из машины посмотрите какая красота я думаю что многие из вас хотели бы жить вот в этом доме внизу расположены банановые плантации и еще ниже практически свой частный пляж супер красиво друзья и самое главное что нужно отметить то что по все вот в эти места в которые мы сейчас едем которые вы увидите видео в них можно добраться только своим ходом их можно осмотреть за день поэтому когда приезжаете в аланию берите машину берите мопед и езжайте в газе пашу в описании к этому видео будут все ссылки на места куда первое место куда мы приехали это античный город и а прежде чем мы спустимся туда вниз и посмотрим всю красоту я вам немножко расскажу это античный город первое поселение здесь датируется первым веком нашей эры и назван он в честь жены царя антиоха и от от и античный город и это был кстати одни это место было одним из главных портов в то время наверху располагался город а внизу располагался порт и я еще прочитала что здесь были очень плодородные земли но они до сих пор плодородные потому что наверху бананы ну а теперь давайте пойдемте вниз и ну а вот так вот выглядит это сверху и мы видим что там плавает много лет нужно идти чтобы спуститься вниз вот наверное с той стороны где видите народ идет мы взяли с собой круги плавать да друзья обязательно когда едете берите с собой воду потому что здесь нет ни ларьков ни ресторанов в общем дикая природа дико лагуна поэтому берите все со дороги вниз находятся развалины старого города представьте этим развалином очень много берите обязательно с собой удобную обувь не идите в шлепках мы всегда сайханом ходим вот таких вот тапочках они очень удобные в них можно и по камням и по пляжу а вот мы и спустились в эту красотевище красотущую супер красивую лагуну в общем дорога здесь немножко тяжелая поэтому очень много камней поэтому обязательно идите в удобной обуви друзья очень жарко и вода такая прохладная просто супер и посмотрите на моем фоне античный город в общем это первое место нашей остановки пишите как друзья мы уходим с этого прекрасного пляжа у нас впереди еще четыре пляжа которые мы должны исследовать этот пляж нам понравился потому что не было волн вода достаточно прозрачная народу немного но отсюда открывается видите палатки народ наверно купается отсюда открывается очень красивая панорама на на вот эту вот бухту где мы только что купались друзья еще совсем недалеко от того пляжа где мы сейчас были есть женский пляж куда пускают женщин и только женщины только детей он видите вот так вот огорожен туда есть бесплатный сервис естественно снимать там нельзя но я сейчас вам покажу сверху как он выглядит вот с той стороны вход на этот женский пляж и здесь также есть лежаки и различные кафе в общем это отдельный пляж для женщин куда пускают мам с мальчиками детьми до девяти лет ну и конечно же женщин поэтому если вы хотите отдохнуть в тишине и спокойствии садитесь на сервисе приезжайте сейчас мы приехали на самый большой пляж газе паши вот он простирается прямо оттуда километра ну на 2 наверно точно мы доехали до самого конца здесь есть пещера через как проходя через который вы попадаете на сам пляж поэтому давайте сейчас сначала посмотрим пещеру чтобы попасть пещеру нужно идти вот сюда вот и эта пещера ведет прям прям к морю айхан сказал что зимой эту пещеру используют как ресторан здесь играет живая музыка пещера не очень большая сейчас посмотрим куда она нас приведет в общем ничего особенного сейчас мы отсюда уезжаем поедем на середину этого пляжа где я буду плавать айхан с ахметом будут пить чай дорогие друзья на такой жаре не забывайте защищать себя носить шапки солнечные очки и мазаться кремом это очень важно и конечно же пить много воды например после каждого погружения моря и опять мажусь кремом и мы приехали уже на в центр этого пляжа и помимо того что газе паша это райское место как я говорила это еще и сельскохозяйственный район вот вы видите сзади меня большое количество банановых плантаций и здесь выращивают много экзотических фруктов например манго выращивают граната но общем очень очень много всего еще в газе паше есть сельскохозяйственная высовка которая проходит каждый год и еще в газе паше есть завод по производству оливкового масла и мыло здесь также есть аэропорт ну в общем много много всего интересного ну а сейчас мы приехали вот на этот пляж здесь вот такая вот красота и сейчас айхан и амет будут пить чай а я пойду вот туда вот купаться и пробовать пляж смотреть какая вода песок в общем понравится не понравится но народу как вы видите никого нет на пляже есть вот вы видите душевые кабинки наверно место для переодевания есть лежаки пляж достаточно широкий сказали никого нет потому что здесь не так много туристов как в алании сейчас очень жарко местные приходят либо вечером ближе к вечеру ой песок очень очень горячий либо ближе к вечеру либо утром в общем как вы видите пляж такой смешанный песок песок не мелкий но очень горячий и и здесь начинаются камушки здесь уже больше волн чем на том пляже где мы были ну я попробую конечно зайти в море но не знаю рискнуя здесь плавать очень сильные волны и как вы видите вот эти тапки очень хорошо помогают ходить по такому пляжу здесь очень очень сильные волны друзья и как вы видите я прям аж скатываюсь отсюда нет я не рискну не рискну здесь купаться наверное поэтому народу народу тоже нет вообще никого на пляже нет никого попробовать воду ногами может быть чуть-чуть давайте попробуем воду теплая она здесь или нет очень неудобный вход ждем волну здесь вода намного прохладнее чем в той лагуне где мы были в общем друзья этот пляж мне не понравился но помимо того что здесь такие сильные волны здесь очень красивая набережная променад тихо спокойно можно например вечером здесь я думаю играет живая музыка вот такие вот классные кресла груши очень меня не нравится я себе даже такой домой хотела в общем супер можно прийти вот так вот сесть можно сесть вот так вот и отдыхать очень удобное после трудного рабочего дня хотя сегодня воскресенье в общем классно спокойно здесь тихо пахнет морем растут бананы в общем красота даже если не купаться можно очень хорошо отдохнуть вот в таком вот красивом пляжном кафе как это сейчас мы приехали на пляж который называется кору вот там вот друзья позади меня гора и на этой горе расположен античный город селинус который датируется шестым веком до нашей эры к сожалению там все очень плохо сохранилось но оттуда открывается потрясающий вид на эту сторону если же кору и на чем он знаменит тем что здесь есть натуральные бассейны естественные бассейны и вот вы видите за мной волны доходят до этих бассейнов и даже в очень плохую погоду когда много волн здесь можно купаться в общем сейчас пойдем исследовать эти натуральные в общем друзья вот такое вот здесь чудо природы натуральные бассейны и вот здесь вот вода в первом бассейне градусов наверное 40 вот вы видите наши тапочки опять нам помогают айхан уже ушел туда здесь вода чуть чуть попрохладнее в этом бассейне но достаточно скользкие камни надо идти аккуратно но все вот видите вот в тех вот бассейнах народ плавает которые прям прям очень скользко очень скользко мы продолжаем свой путь дальше достаточно скользко идти по воде но здесь можно обойти вот тут вот в общем видите такое интересное очень очень интересно никогда я слышала про эти бассейны но никогда здесь не плавала ну и вот он видите бассейн здесь никогда не бывает волн а волны все разбиваются вот там вот такие вот они натуральные бассейны очень чистая вода посмотрите все видно в общем сейчас будем плавать смотрите высыхает морская вода что вот вот и вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, мы уехали с пляжа, где натуральные бассейны, и приехали в Голубую лагуну. Посмотрите, какая красота! Чистейшая голубая вода, банановые плантации. От пляжа с натуральными бассейнами сюда ехать на машине буквально минут пять. Видите, люди приезжают сюда и на велосипедах. Здесь очень пологая лестница, но это того стоит. Вот такая вот здесь, друзья, красота! Посмотрите, видно всю Газипашу, но надо ходить аккуратно, потому что... Ну а вот она, друзья, Голубая лагуна, куда мы сейчас пойдем плавать. Сегодня нет волн! Супер! Нам повезло! Вот эта лестница ведет в Голубую лагуну. Спускаться нужно до самого низа. В общем, друзья, вот столько у нас красоты здесь, в Алании, вы не знали. Ну, точнее, в Газипаше, но все равно рядом. Вода невероятно голубая. Посмотрите. Супер! Это что-то потрясающее. И, как я уже говорила, под этим видео я оставлю ссылки на все места, где мы сегодня были. И еще раз повторю, берите машину, приезжайте, купайтесь, наслаждайтесь окрестностями Аланьи. Четвертый пляж, на который мы... Ой! Приехали! Вода здесь попрохладнее. Такая освежающая. Можно плавать вот так вот среди скал. Очень комфортная температура. В общем, друзья, красота. Но вода намного прохладнее, чем в первом месте. И, конечно же, прохладнее, чем в натуральных бассейнах. Но посмотрите, какая красота. В общем, друзья, классная лагуна. Очень здоровская. Ну что, друзья, мы здесь искупались, нам понравилось. Сейчас едем на пятый, на последний пляж. И еще в Газипаше есть пещера. А, еще есть античный город, который мы должны посетить. В общем, у нас осталось один пляж, две достопримечательности. Посмотрим. Этот последний пляж, он находится чуть за городом. Называется Антиокия от Крагу. По картинкам и говорят, что это самая красивая лагуна. В общем, едем, смотрим. Из голубой лагуны мы приехали в Антиокия от Крагу. Здесь расположены раскопки. Этот город использовался в византийский и римский период. В общем, тоже очень старый античный город. И по пути сюда есть еще пещера, лживый мир, так она называется. И античный город Мускент. Но туда мы в этот раз не поедем. Оставлю ссылку на все эти места в описании. Ну и вообще полностью наш маршрут. А сейчас нам нужно проехать еще пять километров вниз. И тогда мы попадем в эту красивую штуку. Посмотрите, какая здесь красота. И сплошные банановые имплантации. Не зря это место называется Мускент. Мус значит банан, Кент значит город. Вот такая вот дорога ведет в эту красивую лагуну. Друзья, обязательно надевайте удобную обувь. Вот так вот эта лагуна выглядит сверху. Друзья, спускаться сюда просто нереально тяжело. Между кустов, камней. В общем, очень нелегко. Ну и вроде мы уже попали на пляж. Здесь камни. Сразу предупреждаю, здесь камни. Здесь нет песка. Здесь вот такие вот булыжники. В общем, вот такая вот здесь лагуна, друзья. В общем, вот такая вот здесь классная лагуна. Днем здесь, конечно же, класснее. И вода намного голубее на солнце. Поднимались мы вокруг. Вот там, вот вокруг банановые плантации. В общем, друзья, красота неописуемая. Туда я, конечно, не поплыву. В общем, здорово. И вода такая прохладненькая. За сегодня мы накупались. И теперь возвращаемся обратно в Аланию. Завтра на работу. Обратно по дороге в Аланию мы не нашли ни одной кафешки. Поэтому сыр. У нас сыр, который растаял. Сыр растаял. Купили мы хлеб. В общем, на заправке сели с помидорчиками. Ну, а сейчас были мы на пяти пляжах, друзья. И сейчас каждый выскажет свое мнение. Так, друзья, мы все практически одного мнения. Сидим, кушаем, наплавались. Очень вкусно. Помидор. 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 Очень вкусно. Наплавались, проголодались. Уехали мы сегодня в 11 дня. И вернулись. Сейчас уже 6 часов вечера. Еще до Алании не добрались. Поэтому смотрите в описании. Все ссылки на пляже. Пишите комментарии. Надеюсь, что это видео вам было полезным. Ну и, конечно же, приезжайте в Аланию. Всем всего хорошего. Пока-пока. 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 Ama Anastasya, Дуалавузlar hepimizde bir iz bıraktı. Mesela benim kol burada. Ahmet abinin burada. Ve senin. Да, мы попадали там. Бен де burada. Боя. Изде. Hepimizde bir iz var. Органдустан Дуалавузları çok sevдик. Орга. Орга. Однаこちら. Орга. Опира låна. vez. Вот. Пора. Впервые. Орга. Впервые. Органдустан Дюлак. Продолжение следует...